всем привет я рада вас приветствовать на своем канале и сегодня я хочу подвести рукодельные итоги за июль месяц кто подписан на меня в инстаграме уже видели что самым главным событием моего июля стал финиш процесса отриолис и конечно же определенную часть сегодняшнего видео я хочу посвятить этому процессу этому финишу рассказать свои впечатления рассказать параметры наборе в целом как бы подвести такую хорошую итоговую черту также покажу продвижение по тем процессом которыми мне удалось позаниматься в июле и немножечко расскажу о своих планах на август если вам все это интересно то пожалуйста оставайтесь вместе со мной на ближайший час и так реолис мой процесс лета дачи безумно настроенческий безумно позитивный для меня очень хочется о нем поговорить давайте не буду превьюшкой закрывать всю эту красоту которая у меня получилось вот можете разглядывать я все покажу поближе очень сейчас сумбурные мысли потому что действительно процесс для меня знаковый во первых набор был мне подарен ну как подарен мне были подарены деньги нашими друзьями на даче это было два года назад на день рождения подарили не сказали купить себе какой-нибудь вышивальный набор я очень долго подбирала сюжет мне хотелось чтобы это было что-то что ассоциировалась бы с этими людьми и в принципе с той атмосферой в которой мы общаемся и на тот момент я ничего не нашла но спустя время когда я пришла на выставку формула рукоделия на стендриолис увидела анонс новинок я увидела вот этот сюжет и я поняла что это именно то самое что мне нужно потому что во первых это дача это дача и вот весь этот сюжет это ровно наши ассоциации впечатления от каждого лета от каждой поездки на дачу потому что домик вот эта лужайка качели сбор урожая ягоды яблоки груши это все наши вот каждое лето клумбы которыми я пытаюсь заниматься в меру своих знаний возможностей и погодных возможностей разных факторов да кошки опять же ну какой загородный доме какая дач какая деревня без кошек ежик это вот просто это в точку потому что ежики у нас живут и мы каждый вечер видим этих прекрасных созданий я сейчас чуть-чуть добавлю на такой маленький видеоряд потому что вот буквально сейчас мы вернулись с дачи и в очередной раз я там встречал ежика чуть-чуть поснимала знаю что я буду вам рассказывать про этот процесс в котором есть ежик вот поэтому сейчас добавлю маленькое видео букет цветов ну еще вот все то настроение которое исходит от этого сюжета это все мое это все наши это вот эти все впечатления это ожидание когда же придет лето и начнется вот это прекрасное времяпрепровождение на даче и в конце лета сожалению что уже пора закрывать сезон это вот все в этой картине вот она очень точно передает вот это все состояние и конечно когда я приобрела этот набор я решила что его нужно вышивать именно в сезон не заранее не частями не откладывая а вот именно начать сезон с этим набором и возить его с собой напитывать несмотря что он и так весь уже наполнен этим ассоциациями на продолжать вот его наполнять какими-то еще вот этими маленькими воспоминаниями мыслями событиями и так далее поэтому я дождалась 21 года и 1 мая я начала этот процесс причем начала именно с четким посылом самой себе что не откладывая его нужно активно вышивать чтобы это был основной процесс и вот его вышивать 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 и обязательно закончить летом не откладывая следующий год у меня была такая цель и я безумно рада что мне это удалось набор оказался не маленький значит здесь 33218 крестиков но как крестиков вышивается в нескольких техниках то здесь есть крест полный есть полукрест есть бэкстич и огромное количество французских узелков прям вот как-то по сочетанию техника знаете вот если бы не нитки эти специфичные до шерстяные нитки реолис я бы вообще подумала что это уже 9 димэншенс потому что обычно димэншенс и разное количество сложений разные техники за текули все французские узелки и бэк там много-много всего как-то я уже привыкла что это характерно для димэншенс но в этот раз вот это было у меня в реолисе не знаю не могу сейчас судить об оправданности некоторых сочетаний цветов потому что например здесь есть участки где рядом очень близкие сочетания ну то есть например вот здесь вот вот в этом участке здесь как минимум два цвета но они очень близкие по оттенкам я наверное сейчас чуть-чуть поближе покажу давайте вот вот так вот я покажу вот сейчас вам здесь выделяется хорошо вот этот цвет но вот здесь вот тоже есть как бы крестики разными цветами но по факту это видно только при определенном освещении и если знать что он там есть но мне хочется верить в то что знаете вот когда вышиваешь очень похожими оттенками нити либо когда вышиваешь блендом и рядом солидным цветом который составлен из одной ниточки такого же цвета которое в бленде есть что вроде как глаз может быть эти нюансы не улавливает но при этом это дает какой-то эффект объемности вот скорее всего так и есть что если бы здесь было меньше качества цветов то ну как бы картинка была бы более плоская вот уже все-таки игру при определенном освещении разница в цветах видно но конечно когда я вышивала иногда мне казалось ну зачем зачем вот здесь вот такие похожие цвета не не всегда даже было видно где каким цветом я вышивала поэтому я ориентировалась на какие-то яркие оттенки ну то есть допустим вот я вышивала когда газон здесь есть такие одиночные крестики ярким цветом желтым розовым я их вышивала и уже относительно этих крестиков я ориентировалась в схеме и на основе и считала где мне каким цветом нужно повышевать значит я не сказала в наборе использовано 29 оттенков нитей причем говорю какие-то используются как просто цвет такой ну я называю солидным какие-то используются и так и в блендах тут прям вот постоянно игротехник я даже покажу вам ключ он у меня отрезан от основной схемы то что мне было так удобно я прошу прощения здесь пятна но процесс со мной был сколько и три месяца еще ездил везде поэтому конечно уже и сама схема и ключ немножечко пострадали ну вот вы можете видеть здесь и вот есть крестик в две нити в одну нить бленды бэк поэтому скучать во время вышивания процесса конечно не приходилось но и не было каких-то уж сильных сложностей схема не глянцевая я покажу маленький кусочек чтобы могли составить впечатление значит она такая цвета символьные но у меня не было проблем с тем чтобы раз познавать значки распознавать цвета ничего не бликовала она состояла из двух листов которые я склеила скотчем я люблю как у меня такая схема в один лист и это разворачиваю подгибаю ну по-всякому с ней обращаюсь к во время вышивания по ниткам нитки были в наборе на специальных органайзерах и я вам показываю остатки то есть всех цветов мне хватило с избытком и это при том что у меня здесь есть одна ошибка я в какой-то момент не заметила что нужно вышивать в одну нить в некоторых значках я чуть-чуть запуталась самом начале то есть там где нужно было вышивать в одну нить я вышивала в две нити и там где нужно было вышивать полу крестиками повышевала крестиком но я посмотрела что в принципе на сюжет это сильно не влияет я не стала распара тюж на тот момент был уже вышит очень много но даже несмотря на вот эти погрешности, ниток мне хватило с хорошим серьезным запасом. Так что производитель не сэкономил, просто я слышала, что было мнение по ряду комплектаций Риолиса, что когда они перешли вот на эти органайзеры, ниток они стали вкладывать меньше. Вот по этому набору я могу сказать, что в достатке. Видите, что некоторых цветов, например, вот седьмой номер, у меня две намотки полностью остались, то есть я расходовала нитки постепенно, то есть допустим там с первой ячейки бралась от мой цвет, потом со второй начала, то есть вот эти две я даже не тронула. Тоже самое восьмой номер, у меня одна целиком осталась нетронутая. Здесь у меня тоже второй номер, одна целиком, ну одна можно сказать почти начата, третий тоже две целиком, шестой, ну очень много ниток осталось, действительно можно совершенно спокойно вышивать и не переживать за то, что там каких-то ниток может не хватить. Размер готовой работы получился 40 на 30 сантиметров, то есть это такая хорошая картина, которую можно, конечно, при желании оформить в подушку, можно оформить в раму, но я пока оформлю в плечики. То есть у меня все вышитые работы я сейчас храню на таких плечиках с прищепками, складываю их вместе, вот за один год собираю. Я пока не планирую ехать в багетную мастерскую, может быть, когда соберу сразу несколько картин, я один раз съезжу, оформлю. Отчасти это связано с тем, что у меня сейчас такой период, у меня был переезд в новую квартиру, я об этом рассказывала, и пока у меня картины не развешаны по стенам. У меня было очень много картин в прошлой квартире, я снимала видео, показывала вам это, и, может быть, я устала от обилия всего на стенах, но пока вот здесь вот у меня ни одна картина не висит. То есть пока здесь просто такое свободное пространство на стенах, чистое, максимум у меня стоит одна картина на камине, она просто стоит, и пока желания вешать картины нет. Видимо, вот такой период, когда хочется глазом отдохнуть, хочется какой-то свободы, какого-то воздуха, да, там вот объемного такого пространства в квартире, но не хочется завешивать картинами. Я к этому отношусь очень спокойно, то есть я знаю, что пройдет время, мне станет скучно, мне станет казаться, что слишком свободные стены, и я захочу развешивать картины. Ну, я просто спокойно подожду этого периода, пока у меня все картины сложены в укромное место, и там хранятся. Вот, то что касается каких-то тематических композиций, то есть у меня есть в голове определенное видение, как я хочу развесить некоторые картины, то есть чтобы они были в композиции под определенную тематику, но пока я это не могу сделать, потому что у меня не все работы вышиты, поэтому тоже надо над этим работать, и уже потом, когда все картины будут готовы и оформлены, уже тогда можно будет вешать. Ну, я думаю, что эти события, они примерно там где-то вот в одну точку сойдутся по времени. Вот, поэтому пока эту картину я оформлять не буду, потому что я оформление подбираю не только исходя из самой картины, но еще и из того, где она будет размещаться. Поэтому, может быть, если я так решу, что эта картина будет висеть не в квартире, а в доме, там на даче, это было бы уместно, на мой взгляд. Хотя тоже, знаете, вот можно поспорить на тему того, что картину о даче вешать на даче, когда и так все вот это там видишь, да, еще и вешать картину на стену, ну, вопрос уместности, захочется ли ее там видеть. В общем, мне нужно пока подумать. Я вышиваю ради процесса, ради результата, у меня достаточно много сюжетов лежит в рулоне, и это в том числе обусловлено тем, что мне иногда нравится сюжет, я хочу его вышить, я хочу получить от этого удовольствие, но я далеко не всегда вижу тот или иной сюжет оформенным. В подушке все оформлять тоже желания нету, потому что, ну, сколько мне этих подушек надо, опять же, нужно как-то их собирать в комплекты. Ну и плюс с подушками есть нюансы, что все-таки они имеют свойство пачкаться, всякое бывает, и я понимаю, что мне свой труд вложенный вот эти три месяца, которые я вышивала, если как-то там пострадает эта вышивка, мне будет обидно. Мне не будет обидно, если это будет просто вот висеть у меня на плечиках, я захочу, там подойду, посмотрю, да, там вспомню, какие-то вышивала, но мне будет обидно, если это в подушке будет, например, испорчено. Вот, поэтому эта картина 99 процентов будет оформлена в багет, вопрос просто в какой, потому что если для дачи, то это один багет, если для квартиры другой, поэтому ближе к делу посмотрим. Вот, но однозначно, пока меня этот сюжет очень радует, получила очень много удовольствия, пока вышивала в процессе, в процессе процесса. Так, конечно, не говорят, но вот получилось. Давайте, наверное, я покажу поближе детальки и мы с вами на этом поставим точку для этого сюжета и вспомним о нем уже в итогах года. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь переходим к части процессов и моих продвижений. И первым я хочу вам показать Dimensions цветы на ручке двери. Это внеплановый мой процесс, я его начала в июне. Несмотря на то, что Riolis занимал практически все мое вышивальное время, потому что у меня была цель его завершить и по возможности все-таки в июле. Но этот вышивальный процесс тоже не хотелось откладывать и несколько дней я взяла его. Повышивала, получила тоже свое удовольствие. Вообще, конечно, это очень легкий процесс. Это обычная серия Dimensions. Для обычной серии свойственны простые схемы. Никаких проблем не вызывает, нет здесь ни смены нитки, ни одиночных крестиков. Просто вот согнешься и вышиваешь в удовольствие. И, конечно, этот процесс доставляет удовольствие и с ним по вечерам прям отдыхаешь. Включаешь какой-нибудь сериальчик или видео на YouTube и вышиваешь, вышиваешь, вышиваешь. Мне кажется, что если вышивать только его, то эту работу можно завершить меньше, чем за месяц. Мои продвижения именно в июле были сделаны в правой нижней части. Как-то вот меня по сюжету повело сюда. То есть я начинала с фона, повышивала вот эти цветы, ручку и в июле уже завершила несколько цветов и перешла в правую нижнюю часть. Сразу стараюсь обшивать бэком, потому что он придает свою какую-то изюминку, свою красоту. И, конечно, приятнее вышивать, когда уже есть какая-то завершенная часть на конве, ты уже видишь, понимаешь, что вот здесь вот уже все. Я здесь закончила, больше возвращаться не буду. И вот постепенно-постепенно наращиваю дальше сюжет. Про Dimensions сильно много говорить не хочется, потому что это априори для меня. И хорошая основа, и хорошие нитки. Всегда процесс связанный с удовольствием, потому что вышиваешь и не ожидаешь никакого подвоха, знаешь, что результат получится красивым и интересным. Конечно, я очень рада тому, что этот процесс вошел в мою ротацию, потому что я давно хотела, я давно смотрела на него. Набор тоже у меня лежал какое-то определенное время в запасах. Я посматривала, так думаю, ну вот он цветочный, он такой легкий, воздушный, интересный. И, конечно, хочется его взять в работу, но как-то руки не доходили. И вот благодаря тому, что мы с Мариной так замечательно повышевали вместе ракушки Dimensions, решили про то, что еще что-то вместе вышивать. И вот подобрали этот набор, который у меня и у нее в коллекции лежал. И действительно, летом очень уместный сюжет. Я не ставлю по нему каких-то целей обязательно завершить. Мне кажется, что я его еще немножечко попродвигаю, а потом мне надо будет его отложить. Потому что, ну вот, мне кажется, сейчас мое вдохновение уже уносит меня в другой сезон. Я об этом, конечно, поговорю в части планов на август. Но вот сейчас могу сказать, что, конечно, пока еще вышивать цветы уместно. Я еще в августе точно буду им заниматься, но сильно больших продвижений тоже не будет. Так вот в удовольствие несколько дней повышиваю. Давайте немножечко поближе покажу, как получается. Конечно, такие красивые цветовые переходы в этих цветах розовых, голубых. Здесь и листики, и цветы. В общем, уже есть какие детали поразглядывать. Здорово получается. И следующий сюжет и процесс, о котором поговорим, это Dimension серия Gold Petit. И набор называется Мечты о таскании. Это у меня тоже незапланированный процесс, небольшой, почти дорожный. Он уже со мной съездил на природу, где был начатый, и сейчас он ездил со мной на дачу. Сильных каких-то амбициозных планов я на его счет не строю. Буду вышивать понемногу, независимо от сезона, продвигать. Тогда, когда мне нужно будет взять с собой какой-то небольшой сюжет, который удобно вышивать, в том числе на руках. Поэтому я думаю, что он будет появляться и в процессах, и в моей ротации на протяжении ближайших нескольких месяцев. Одно могу сказать точно, что я пока его не завершу, откладывать я его не собираюсь. Сюжет очень мой, потому что напоминает мне о путешествиях, о поездках. Плюс я люблю сыр, фрукты, люблю какую-то там красивую сервировку, люблю виды из окна. Но, в общем, почему я этот набор не покупала, я не понимаю. Потому что здесь есть все то, что мне всегда нравилось. И я считаю, что этот набор точно должен быть мной вышит. На данный момент у меня вышито 1300 крестиков. Я начала с арки и постепенно сейчас спускаюсь сверху вниз. Вот вы можете видеть, что арку потихоньку вышиваю, небо, растения. И все ближе подбираюсь к основной части сюжета, самой красивой и самой вкусной. Пока сюжет продвигается легко. Тоже он пока кажется достаточно простым. Посмотрим, будут ли какие-то участки с подвохом. На данный момент он мне натянут на раму, но начинал его вышивать на руках. В принципе, я практикую вышивание голд петитов на руках. У меня был маяк, один из вот тех четырех, да, та серия, которая известна. У меня был один из этих сюжетов вышит на руках во время поездок. И я не исключаю, что и данный сюжет, может быть, я в какие-то моменты просто сниму с рамы и буду брать с собой и прямо вышивать на руках. Дело в том, что Аида набор очень плотная и она позволяет это делать. Мои помощники магниты от надмагнит, но о них я вам более подробно уже рассказала в включении, которое снимала для будней вышивальщицы. Поэтому не буду повторяться. Размер готовой работы будет стандартный 12,7 на 17,7. Это работа, конечно, которую я буду потом оформлять и вешать на кухне. Вот только мы с вами разговаривали, да, про тематические композиции. Вот это как раз работа, которая планируется как часть вот той композиции на кухню. У меня есть несколько наборов, посвященных теме сыра, еды, вина, вот каких-то вот этих вот ассоциаций о вкусных поездках. И, конечно, эта работа тоже займет свое место вот в той композиции. Сильно долго останавливаться не буду, потому что, ну, как вы видите, набор, можно сказать, только-только начат. Пока еще такого прям серьезного продвижения нету. Но он уже, знаете, так доставляет мне радость, потому что если садишься его вышивать, то сразу получается хорошее продвижение. Потому что, ну, здесь вот сколько я, два дня, по-моему, я посидела. Ну, два с половиной дня. Ну, опять же, я под днем подразумеваю не целый день, а именно возможность, когда у меня в течение дня есть время, чтобы сесть и повышевать там. Ну, хотя бы там часик-два. Много времени сейчас нету, но часик-два я стараюсь уделять каждый день. Ну, вот здесь где-то результат примерно два с половиной дня. Половина, потому что за половинку, я считаю, день старта, когда вот на природе я только-только начала его вышивать. И еще один процесс, который у меня сейчас периодически вышивается, это ангел от жар-птицы на пластиковой основе. Долго останавливаться на нем не буду, потому что это дорожный процесс, о нем очень много сказано. А просто вот в каждом итоговом видео месяца показываю, вышивала я его или нет. Я продвинулась в этот раз совсем немного, в крылья у меня вот здесь добавилось, плюс я сейчас хочу вышивать его сверху вниз, то есть постепенно заполнять сюжет. Сначала голову, потом доделать крылья, потом уже платье вышивать и так далее. Но Юля практически не прикасалась к нему, потому что, как вы уже знаете, много времени посвятила Риолис и дорожному процессу мечты о таскане. Поэтому просто показываю, что вот этот процесс не отложен, он тоже вместе со мной, но вышивается так, от случая к случаю. Ну и традиционно хочется итоги месяца завершить цифрами, статистикой. Значит, я повышевала в июле в процессе загородный домик, я его называю дача от Риолис, 13,5 тысяч крестиков, цветы на ручке двери 1861, в ангеле всего 103 крестика и мечты о таскане 1331. И в итоге мой суммарный результат за месяц составил почти 17 тысяч крестиков. Если это разделить на количество дней месяца, то получается в среднем это 545 крестиков в день. Но понятно, что не каждый день у меня были такие продвижения, у меня были дни, когда я вообще не вышивала, были дни, когда я вышивала по полторы тысячи. Это было несколько раз в Риолисе, потому что там были участки с зашивкой одним цветом, и, конечно, их удается вышивать достаточно быстро. И был такой один день как раз вот в цветах. Тоже как-то так хорошо я посидела, много повышевала. Поэтому я считаю, что июль, на удивление, получился продуктивным. Это несмотря на то, что у меня время уходило на дачу, на заготовки, потому что как раз нужно было собирать ягоды, нужно было делать варенье. Ну и так вообще летом разных опыт и бывают. Я думаю, что буду меньше вышивать, но нет, июль оказался в этом плане очень удачным месяцем. Если говорить про август, то я продолжаю пока свою идею не строить сильно каких-то планов на летние месяцы. Но если поговорить в целом, к чему у меня сейчас склонность, то я могу сказать так. Так, я очень хотела закончить Риолис в июле, потому что у меня есть еще одна работа, которая ассоциируется с поездками с дачей. Это Овен. И я сейчас добавлю фото превью этого сюжета. Кто на моем канале был в прошлом году, вы помните, что я уже начинала эту работу. И сейчас я хочу ее снова вернуть в ротацию и сделать основной процессом. Я очень хочу серьезно продвинуться в этой работе. И мне кажется, что как раз август очень хороший для этого месяц по своему настроению. Потому что, с одной стороны, это все еще лето, это все еще про дачу, про отдых. Но при этом август, он уже начинает нам напоминать про осень. Я, по крайней мере, и про себя говорю. То есть уже как-то вот и солнце немножко по-другому светит, и цветы начинают цвести другие. Ну и как-то природа сама по себе уже с другим настроением. Поэтому мне кажется уместным как раз в августе и в сентябре вышивать вот тот сюжет. Я не знаю, с какой скоростью я смогу продвинуться, но я действительно хочу сделать его своим основным процессом. Как-то вот у меня почему-то мысли уже пошли в осень. Уж простите меня за них, но вот так. Для меня осень это не хэллоуин, для меня осень это именно желтые листья, это определенные фрукты, урожай, ну такие ассоциации. И как раз данный сюжет мне будет очень в тему. Также я немного повышиваю цветы на ручке от Dimensions. Ну тоже я вам уже рассказывала, что продвинуть этот процесс тоже хочется. Мне очень сильно хочется новых стартов. Я пока балансирую над тем, чтобы либо позволить себе это удовольствие и поначинать еще несколько сюжетов, либо все-таки быть мудрой и рациональной и не распаляться. Пока не знаю. Вот как будет настроение? Я пока в таких приятных размышлениях пока не могу сказать. Еще мне очень хочется повышевать сэмплер. Я соскучилась по сэмплерам, я соскучилась по этому направлению сюжета. У меня из начатого есть Мойра. И конечно было бы здорово ее повышевать, потому что как раз есть сюжет, он уже начатый, немного его продвинуть. Хотя бы пару-тройку дней было бы неплохо. Пока у меня такие планы. Конечно, я думаю про мишек, что я мишек давно не вышивала. Но вот если сейчас начинать думать про сюжеты, то и мишек хочется, и сэмплер хочется, и алфавит, и дименшинс. Очень хочется дименшинсы. Потому что как-то, знаете, бывает иногда вдохновение на то или иное направление. Либо там производителя, либо сюжеты. И вот сейчас у меня очень сильно на дименшинс как-то фокус, ну вот мой приоритет развернут. В то же время я вот вам показывала, что мне подарили комплектацию Ферри Мун, как-то и про нее я думаю. В общем, знаете, бывают такие вечера, когда я сажусь вышивать и начинаю думать, ага, а что дальше? А там, что я хочу еще повышевать? И все это вот. Это такой калейдоскоп мыслей. Это невозможно остановить. Ну, я от этого тоже получаю удовольствие, от вот этих вот мыслей, от планирования. Но вот хочется все. И милхи хочется, и схемы, которые у меня куплены, тоже лежат в запасах. И вот какие-то недавние приобретения. Ну, в общем, на самом деле, если, наверное, мне отпустить все, то я бы сейчас поначинала еще минимум сюжетов 10. Ну, 10 я, конечно, начинать не буду, но подумываю. Может быть, 1-2 все-таки начать как-то вот получить от этого удовольствие. Посмотрим, посмотрим, да. Вот я лето себе сказала, что все, все делаю по вдохновению. Как получится, так получится. И я планирую в конце августа где-то оглянуться, посмотреть вообще, провести ментализацию, посмотреть вообще, что я поначинала, повышевала. И тогда уже начать строить план на осень. Вот, пока у меня план действий такой. И давайте перевернем страницу календаря. Уже такая добрая традиция итоговых видео. В июле у меня был сюжет с гортензией. И в августе будет вот такой богатый урожайный месяц. Здорово, тут и персик, и ежевика, ягоды, гранат. Ой, ну, такой август. Как-то действительно месяц, который ассоциируется вот с таким плодородием, достатком и урожаем. Здорово. Еще, конечно, август месяц хорош тем, что у меня будет день рождения. Тоже такой приятный момент, приятный повод. Так что я с позитивом смотрю на этот месяц, на то, что в нем будет происходить. И обязательно буду вам об этом рассказывать. Все, на этом я завершаю подведение итогов июля. Желаю вам хорошего настроения. Удачи и успехов в том, чем вы занимаетесь. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok